добрый день уважаемые студенты добрый день уважаемые преподаватели профессорско-преподавательский состав университета имени сулимана демиреля мы сегодня с вами начинаем вебинар который будет посвящен использованию электронных книг которые предоставлены компания и пск а ваш университет при приобретает коллекцию электронных книг сегодня мы поговорим именно об этой коллекции и об особенностях использования этих книг где вы можете получить доступ к этим книгам где вы можете найти эти электронные книги на сайте вашего университета в разделе студентам есть раздел библиотека вы заходите на страницу своей библиотеки библиотеки вашего университета и находите там раздел электронных ресурсов который посвящен работе с электронными ресурсами это раздел услуги и ресурсы в разделе И услуги и ресурсы вы опускаетесь вниз до того момента, когда у вас начинают перечисляться вот эти электронные ресурсы онлайн-базы данных. И дальше у вас пошли вот EBSCO Host Academic Collection. Это база данных тех самых электронных книг, о которых мы сегодня будем говорить. И дальше вниз также пошли другие электронные ресурсы, доступ к которым вы имеете и которыми вы можете пользоваться. Если вы находитесь в стенах вашего университета, то доступ осуществляется по IP-адресам и никаких дополнительных логинов и паролей вам необходимо. Если вы находитесь дома, вы находитесь удаленно от своей организации, для этого вам необходим логин и пароль для удаленной работы. Логины и пароли вы можете спрашивать у сотрудников вашей библиотеки. Все логины и пароли находятся в университете, в библиотеке. Поэтому по этим вопросам вы обращаетесь в библиотеку. Вот мы видим электронный адрес библиотеки. Для того, чтобы искать книги на платформе EBSCO Host, для этого вам необходимо перейти на платформу search.abscohost.com и перейти в раздел EBSCO Host Research Databases. Вот мы попали на платформу электронных книг, где у нас есть поисковое окно. Привычно для всех нам одно поисковое окно, как Google. Есть поиск по категориям и есть различные разделы, на которые делятся книги. Сверху у нас находится панель инструментов, выделена она синим цветом. И на панели инструментов у нас есть вкладка Languages. Вкладка Languages не говорит о том, что вы можете искать на русском языке. Книги в основном на английском языке и поиск ведется на английском языке. Вкладка Languages обозначает, вы можете переключить поисковый интерфейс, который мы сейчас видим, все на английском языке. И если мы кликнем на русский, мы можем переключить поисковый интерфейс на русский язык. И вот у нас стало все на русском языке. Коллекция электронных книг, обзор по категориям, избранные произведения и так далее. С левой стороны у нас идет обзор по категориям. Если вы хотите искать по определенной какой-то предметной рубрике, по какой-то определенной предметной области, значит, вы можете искать здесь. Если вас интересует образование, воспитание, педагогическая деятельность, вы можете перейти в данный раздел. 8810 книг находятся в данном разделе. Если вы хотите совершать поиск просто по какому-то ключевому слову, значит, вы также можете это делать. Вы вводите сюда ключевое слово и нажимаете «Поиск». Я беру общее ключевое слово просто для того, чтобы показать вам, каким образом проводится поиск, что здесь можно делать и каким образом читать, открывать, сохранять книги можно на платформе Appsco Host. Я набираю ключевое слово «Искусственный интеллект». 1014 книг у меня по искусственному интеллекту, которые находятся в базе данных eBook Academic Collection. Вниз у нас пошли результаты поиска нашей. Все вот эти книги, они у нас пошли. С левой стороны у нас есть ограничители, которые мы можем использовать по отношению к данным результатам поиска. Ну, полный текст-ограничитель здесь, он не очень корректный и нужный, потому что книги у нас все и так полные, они полные тексты. Можем ограничить результаты поиска по дате издания. Сейчас я вижу о том, что на платформе по искусственному интеллекту есть книги, начиная с 1970 года. Если вам не нужен такой глубокий архив, вам не нужно изучать историю искусственного интеллекта, скажем так, значит, вы можете ограничить результаты поиска по году издания, сузив, например, до 2000 года, до 2010 года, и отобрать именно за последние годы книги. Вы можете сузить тему искусственного интеллекта на какую-то дополнительную предметную рубрику, на дополнительно предметное ключевое слово, чтобы среди книг по искусственному интеллекту, например, машинное обучение мы можем отобрать. У нас отберется 58 книг, которые будут посвящены не только искусственному интеллекту, но еще и машинному обучению. Мы можем ограничить результаты поиска по издательству. Вы можете посмотреть, какие издательства предоставили свои книги и какие издательства находятся на платформе EBSCO Host. Так как компания EBSCO не является издателем, она является агрегатором вот на этой платформе, которую мы сейчас с вами видим. Мы просто собираем книги от различных издательств в одну коллекцию и предоставляем доступ для пользователей с одной платформы, но книгам различных издательств. Мы можем сузить результаты поиска по языку. Сейчас я уберу ограничитель. Это машинное обучение для того, чтобы у нас было больше результатов поиска. И покажу, какие по издательству. iOS Press, World Scientific. То есть это те издательства Cambridge University Press. Это те издательства, которые предоставляют книги на нашу платформу. Можно сузить результаты поиска по языку. В основном, как я уже сказала, это английский язык. Но вот есть три книги на немецком, три на испанском, на чешском, на французском. Что у нас тут есть? Ну и все. Это то, что касается ограничителей, которые мы можем применять по отношению к книгам, которые мы нашли. То, что касается самой книги. Для того, чтобы посмотреть более расширенную запись этой книги, для этого необходимо кликнуть на ее название. Мы переходим к записи этой книги. Книга у нас загружается в формате PDF. Вот она, эта книга у нас. С левой стороны мы видим содержание этой книги. Мы можем загружать эту книгу постранично, по содержанию. Можем читать эту книгу отсюда целиком. Прокручивая курсор вниз, у нас загружается постепенно PDF данной книги. Что мы можем делать с этой книгой? Мы можем ее сохранить, отправить страницы по электронной почте, либо распечатать страницы. Но у каждой книги вы увидите вот такое предупреждение. С левой стороны разрешение издателя на печать, отправку книг по электронной почте и сохранению страниц. Их 100. То есть, если, грубо говоря, если эта книга содержит в себе 200 страниц, то отправить по электронной почте, сохранить, либо распечатать. Вы можете 100 страниц за данную поисковую сессию. Я сразу же оговариваюсь, что если вы хотите скачать какую-то часть книги, вы можете скачать до 100 страниц за данную поисковую сессию. Если вы хотите себе еще следующие 100 страниц сохранить, их распечатать или отправить по электронной почте, для этого вам необходимо выйти с платформы и зайти на платформу еще раз. И тогда у вас опять появится разрешение издательства на следующие 100 книг. Это абсолютно официально, абсолютно правомерно. Вы имеете право так делать. Я об этом говорю на своих вебинарах. И сейчас я покажу пример, как это все происходит. Например, я хочу сохранить себе на компьютер 50 страниц из данной книги. Я могу отметить, например, с первой по 50 страницу, могу там просто 50 страниц. Сверху у меня на панели инструментов есть раздел «Сохранить страницы». Опять же, я вижу ограничение количества страниц, что их 100 за данную поисковую сессию. Я могу, например, с текущей страницы сохранить данный… А, вот данный раздел, он у меня 44 страницы. Я могу сохранить все 44 страницы. Я могу из этого раздела сохранить 20 страниц. Например, как только я пишу 20 страниц, «Сохранить», вот у меня сохраняется PDF 20 страниц из данной книги. Вот у меня внизу он сохранился. Он сохранился уже у меня на компьютер. И эта информация осталась со мной, независимо от того, на следующий год будет в университете, в библиотеке данная книга или нет. То есть я ее уже себе скачала, и эта книга осталась уже у меня. Предупреждение разрешения издателя у меня теперь поменялось на 79. То есть изначально стояло 100 страниц, теперь у меня 79. И таким образом я могу скачать еще 79 книг. У меня останется разрешение издателя на печать, отправку по электронной почте либо сохранение 0 страниц. Но если я выйду с платформы и зайду еще раз, то у меня опять появится разрешение издателя на сохранение 100 страниц. Вот это вот особенность сохранения книг в формате PDF, которые есть на платформе EBSCO Host. Это защита авторских прав, это абсолютно нормально. Но я вам показала, каким образом вы можете увеличить себе вот эту цифру для того, чтобы использовать большее количество страниц. Как я уже сказала, по отношению к этой книге мы можем сохранять страницы, можем отправить страницы по электронной почте, можем распечатать страницы. Эту книгу мы можем процитировать. Если я пишу какую-то научную работу, например, я и хочу сделать ссылку на данную книгу, то есть сослаться на эту книгу в своей работе, кликнув на «Цитировать», у меня появляются несколько форматов цитирования. Их 9. На сегодняшний день их 9 форматов цитирования. Вам необходимо спросить у своего научного руководителя, если вы готовите какую-то научную работу, в каком формате цитирования необходимо создавать списки литературы к своей работе. Вы выбираете здесь этот формат цитирования. Например, он – это Ванкувер. Чаще всего используется этот формат цитирования. Копируете отсюда данную информацию и вставляете себе в список литературы к вашей работе. Таким образом, у вас оформляется правильный список работы. Кроме того, что вы можете читать в таком формате данную книгу, вы можете книгу еще и загрузить себе на компьютер полностью. Не по 100 страниц, как соблюдая требования разрешения издателя, а можете загрузить эту книгу за один раз и полностью. Но в таком случае у вас начнет работать механизм, когда вы берете книгу в библиотеке во временное пользование. То есть вы берете книгу на какое-то время, полностью себе ее загружаете, но через какое-то время у вас эта книга пропадает, пропадает доступ к этой книге, и вы ее больше читать не можете. Для того, чтобы данную книгу загрузить полностью, на верхней панели инструментов у вас есть кнопочка «Вход». Для того, чтобы полностью загрузить книгу, вы должны находиться не только под аккаунтом вашего университета. Сейчас я могу вам показать о том, что, если я кликну «Новый поиск», сейчас я нахожусь под аккаунтом вашего университета. Вот у нас с правой стороны отмечено, что это ваш университет. Но для того, чтобы полностью загрузить какую-то книгу, для этого мне надо находиться еще и под своим личным аккаунтом, куда именно я буду загружать книгу. Для этого я нажимаю «Вход». Аккаунт создается один раз, он создается бесплатно, и дальше вы можете пользоваться этим аккаунтом. Я сейчас покажу, как вы можете добавлять книги себе в аккаунт. Если у вас нет еще логина и пароля, нет учетной записи, под вкладкой «Вход» у нас есть запись «Нет учетной записи», создайте ее. Вы кликаете на «Создать учетную запись», вводите свое имя, фамилию, электронную почту, подтверждаете электронную почту, придумываете себе логин и пароль от вашего аккаунта, который будет находиться на платформе EBSCO Host, даете согласие на сбор персональных данных и нажимаете «Продолжить». Таким образом у вас создается ваше личное пространство на платформе EBSCO Host. У меня есть мой логин и пароль, я просто нажимаю на «Вход». И вот сейчас, мало того, что я нахожусь под вашим университетом, под названием вашего университета, система меня еще и распознает, как это не Ирина спрашивает, то есть я, конечно, Ирина, но при этом система уточняет у меня. И вот я вижу о том, что я сейчас в системе, у меня пропала кнопка «Вход», я сейчас стоит только «Выйти из системы», то есть я вошла в систему. И вот сейчас любую, абсолютно любую книгу я могу нажать на полную загрузку, вот здесь вот она у меня с левой стороны, полная загрузка этой книги, кликнув на полную загрузку, у меня, мне система предлагает загрузить эту книгу, то есть одолжить эту книгу во временное пользование у библиотеки максимум на 14 дней. Я могу выбрать от 1 до 14 любое количество дней. Например, я выбираю мне, я у вашей библиотеки сейчас возьму данную книгу на один день. Дальше у меня система спрашивает, установлено ли у меня приложение для того, чтобы читать книгу. Приложение «Adapt Digital Editions» – это бесплатное приложение, которое скачивается в интернете по ссылке, когда я кликаю на «Adapt Digital Editions», если у вас не устанавливается. Опять же, устанавливается это один раз дополнительно на ваш компьютер, и таким образом это так называемая читалка, в которую вы загружаете книги и которую вы сможете пользоваться. У меня этот «Adapt Digital Editions» уже установлен, я ставлю галочку, и у меня появляется кнопка «Полная загрузка». Как только нажимаю на «Полную загрузку», у меня эта книга загружается при помощи приложения вот этого «Adapt Digital Editions». Вот мы видим, как он загружается. И вот эта книга у меня появилась в приложении. Кликая на стрелочку, я читаю уже эту книгу полностью. Как я уже сказала, если мы смотрим книгу в формате PDF или формате EPUB, и открываем ее у себя на компьютере, значит, там будут авторские ограничения на количество скачанных, либо отправленных по почте, либо сохраненных страниц. Если мы книгу скачиваем полностью, то она скачивается при помощи приложения «Adapt Digital Editions». Вот у меня книга вся полностью скачена, и читается она при помощи вот такого вот приложения. Здесь есть поисковое окно. Я могу внутри в книге искать по ключевому слову, например, там, грубо говоря, бизнесмен. Я… Ну, вот, значит, оно у меня выделяет это слово по моему поисковому запросу. Это вот то, что касается приложения «Adapt Digital Editions». Кроме простого поиска, куда мы вводим ключевое слово, например, я вводила ключевое слово «Искусственный интеллект», у нас есть также функция еще расширенного поиска. В разделе «Расширенного поиска» у нас появляется несколько поисковых ак-икон, куда мы вводим, можем вводить свое ключевое слово. И кроме того, что мы можем вводить свое ключевое слово, у нас еще появляется возможность выбрать поле, по которому мы хотим искать. То есть, если у нас есть определенный какой-то автор, мы хотим проверить, есть ли эта книга на платформе «Эпскохоз», значит, мы выбираем поле автора. Если у нас есть поле названия, значит, мы выбираем название. Либо мы можем выбрать, что нам не обязательно какое поле. Но, обращаю ваше внимание, даже при поиске «Искусственного интеллекта», когда мы набираем поле, что нам не обязательно, где будет встречаться «Искусственный интеллект», мы получаем тысячи результатов. Но если мы поле «Искусственный интеллект» выберем, например, как предметную рубрику, как категорию именно «Искусственного интеллекта», то есть, что эта книга именно не просто название «Искусственный интеллект», не просто где-то в тексте встретилось ключевое слово «Искусственный интеллект», а именно, что эта книга относится к категории «Искусственного интеллекта», и кликнем на «Поиск», то мы можем сузить результаты поиска почти в два раза. Это 549 книг по искусственному интеллекту. Это именно те книги, не просто случайно, в которых встретилось ключевое слово «искусственный интеллект», а именно которые относятся к категории искусственного интеллекта. Искусственный интеллект мы можем сузить на любое какое-то другое ключевое слово, например, «образование», «education». И кликнув на поиск, мы еще более сузим результаты поиска. Вот мы получили 14 книг по искусственному интеллекту в образовании, и вот эти все книги у нас с вами доступны для того, чтобы их просмотреть. У книг, кроме того, что мы можем делать полную загрузку, либо смотреть полный текст в формате PDF, либо EPUB, мы можем сразу же посмотреть содержание этой книги, насколько нас эта книга может заинтересовать. И опять же, кликнув из содержания на какую-то главу, мы сразу же попадем к данной главе. Дальше, если нас заинтересовала данная глава, вот она у нас с левой стороны, она у нас отмечена, та глава, на которую мы попали, и мы хотим скачать себе эту главу. Опять же, мы просто кликаем на загрузка главы. Глава у нас 12 страниц отсюда. Вот у меня загрузила данную главу, глава третья. Таким образом, у вас есть две функции загрузки книг, которые вы можете использовать. Если вы хотите посмотреть весь список книг, которые вам доступны для чтения, для этого вы можете нажать на вкладку «Электронные книги», которая у нас находится сверху на верхней панели инструментов, и кликнуть «Посмотреть все». Всего у вас доступно 199 тысяч книг, почти 199-911 тысяч книг. Это почти 200 тысяч книг. Они все отсортированы изначально по значимости. Вы можете выбрать, например, посмотреть, какая самая новая есть книга на платформе EBSCOHOST, либо отсортировать их по автору, то есть на первое место выйдут авторы, у которых фамилия начинается на букву АА, либо сортировать по названию. Также вы можете настроить параметры страницы. Сейчас это стандартные. Если вам это принципиально важно, 30 результатов поиска у вас выходит на страницу. Все это вы можете менять под себя. На этом у меня больше информации, наверное, по платформе EBSCOHOST нет. Еще раз повторю, где, откуда получить доступ к EBSCOHOST на сайте вашего университета есть раздел «Библиотека». В библиотеке есть раздел «Ресурсы и услуги». Там вы находите платформу EBSCOHOST, на которой расположены вот эти все книги. Для того, чтобы получить доступ к этой платформе, если вы находитесь в университете, доступ учителяется по IP-адресам. Если вы находитесь дома, доступ учителяется по логину и паролю. Логин и пароль вы можете получить у себя в библиотеке.